как вы помните в прошлой серии были полуфабрикантно собраны мотор подвеска ну передняя вместе с рулем и задний маятник и пока не забыл а ладно потом ну так в общем спустя какое-то время с покраски я забрал раму и какие-то мелкие навесные детали которые еще там докрашивать который я забыл по спешке или не по спешке ну в общем я их забыл и в общем сегодня за денечек все это собралось уже конструкция которая может перекатываться в общем встал мотор все прекрасно вписалась перенесенные крепления амортизаторов тоже прекрасно вписались хотя и варил их уже когда отдал раму на покраску то есть все это было раздельно в общем имеем что имеем на данный момент у нас вот папе по передней части остается переднее крыло соответственно бак и заднее крыло это сейчас находится в покраске и в какие-то там ближайшие сроки будет готова и будет сделано так показываю обзор на как тут все получается туда-сюда передние тормоза уже давно функционирует все работает подключил масляный радиатор хотя особо умные люди говорили что он для вида здесь сделал а я-то не знал в общем по масляным радиатором вот на 2 мегастрали два шланга не помню даже от чего шланги очень тут штуцера зажата 1 раз все охлаждение есть поставил выхлоп выхлоп также изкоструился вот такой вот выхлоп я не знаю зачем вот такой был формы сделан мной уже но вот он есть передними тормозами как говорил никаких проблем нету задними тормозами все как обычно вот такой вот обосраны на суппорт по той простой причине что как всегда это невозможно прокачать задние тормоза на пике ну возможно но постоянно это какое-то дрочиво и вот в очередной раз дрочиво случилось все это тысячу раз снималась ставилась потому что изначально криво нарезана резьба болта фитинга соответственно что мы получаем мы получаем геморрой так как шайбы не прижимаются плотно давим и суппорт начинает течь в общем все по классике короче говоря ничего нового но вроде сейчас задние тормоза работают не знаю посмотрю как эта конструкция будет себя вести но есть вариант на то что я просто поменяю суппорт и все и забуду об этом что у нас тут вот банки сдвоенная система все это вот так вот на пружиночках как бы как будто по уму когда рама красилась в руал цвет мокрый асфальт жирным слоем лака поэтому смотрится она прям ну очень очень неплохо что до выхлопа выхлоп у нас двух составной ну как даже трех составной то есть вот идет основной фланец здесь он соединяется и уже сами банки как третья часть такие вот дела все соответственно собрано но в подшипниках помазано туда-сюда и прекрасно будет работать что у нас тут еще интересного интересного что-то я хотел сказать но забыл а ну и вот по поводу патрубка и установки карбюратора то есть карбюратор у нас стоит ну как бы вот так вот но при этом вписывается отлично и в отличие там от того же типа gmc mx mx да такой же рамы похожей когда фильтр стоит вот здесь встану заебываешь ногой и все это заканчивает тем что фильтр это меняешь почти каждую покатушку потому что их отрываешь вот здесь как бы все как было так осталось просто теперь это установлен на мотоцикле есть табличка то есть это рама ну как бы условно с документами если документ от пидбайка может назвать таким документ ну право собственности скажем так вот что еще я могу сделать на данном так на данном этапе я могу докинуть проводку но сделаю это чуть позже пока вот основной накинул все вот на таких вот жирненьких хомутиках закрепленного то есть все по уму а вот чтобы тут еще то наболтать ну катушки зажигания не стоит по той причине того что там есть с ней некоторые вопросы замок зажигания здесь у нас реле стартера и и в купе блок предохранителей как я уже говорил ранее это реле suzuki поэтому проблем нету стартер тоже работает я уже проверял кик стартер крутит то есть в целом по мотору вот просто сейчас ему до искру и мотор будет прекрасно себя чувствовать прекрасно будет работать потому что уже это проверялась не один раз вот это вот моя божественная подножка хитрой формы скажем так но при этом как видим тут зазор тут зазор и удобно за эту штучку и и выставлять все болты крепление мотора сажал на резьбовой фиксатор потому что я знаю проблема что все это откручивается отворачивается улетает поэтому решил раз и навсегда эту проблему чтобы уже забыть вот здесь у нас в этой нише будет размещена вся электрика ничего нового как и раньше то есть все на самом деле собирается достаточно уверенно хорошо но вот как бы результат за день говорит сам за себя что особых проблем не возникало потому что уже предварительно было все подогнано а кстати вот открасилась основание сидения теперь остается его только обшить сделать и все сидение будет закончена и на данный этап мне остается купить две детали это два пластиковых щитка желтого цвета точно такие же как установлен спереди то есть это уже было изначально задумано и все на раме все крепления под него же варились типа красивые кадры которые делать не умею потому что не для этого все это создавалось но так кому интересно вот обзор его в круг тык 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 не очень то я вертлявый ну вот такая вот история кстати вопрос о сцеплении чтобы вы понимали я выжил то есть одним пальцем я выжимаю сцепление потому что она настроена она перебрана и в целом крайне мягенькая и это на холодном моторе замечу где вот такое видели а ведь это можно только у меня потому что я знаю как это сделать но рассказывайте об этом не буду потому что это скучно да и зачем кому это надо тык 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 то есть ну вот пока имеем что имеем но можно как бы для интереса накинуть основание сиденья как это все выглядит то есть основание сиденья у нас о ровно села на свои места пусть это будет вот так сиденье должно быть это высотой ну сантиметров 8 10 наверное чтобы было вровень с плоскостью бака и так как подножки остались по стоку а подрамник на питбайке заведомо выше должен находиться а я опускался ответ на сиденье сделаем пухлая под бак и все это будет хорошо хорошо смотреться вот ну и как раз тут здесь будут еще пластиковые щиточки замок зажигания чик чик все работает и по сути вот там ближайшие дни я доделаю проводку там какие-то моменты переделаю какие-то доделаю но в основном там просто вкинуть надо и аккуратно проложить можно будет запустить на самом деле но учитывая загруженность работы я думаю все это случится ровно в тот момент когда у меня будет бака я уже без каких-то там шприцов поилок и прочего так вот выглядит все снизу вот так просто интересы ради собиралась все это на новых болтах шестигранных не китайских ну худо-бедно там какого-то качества вот поэтому за крепеж а также спокоен но впереди однозначно ждет пусконаладка это всегда какие-то там кофе ки вылазят но учитывая тот факт что он как бы не просто с нуля собирался запускался перед разборкой уже конечной я думаю все это сведется к минимуму как ком-то вот такие вот дела возможности гайки кстати вот эти вот я закрытые ставил то есть вот здесь здесь даже вот там где не видно и всем пофиг но мне вот не пофиг что за карбюратор как бы это обычными куни в м22 его хватит останется потому что нету тут идеи выжимать из него что-то сверх тут единственный сделал такой выгиб как я говорил потому что очень низко садится бак больше наверно ничего интересного здесь сейчас на данный момент не скажу потому что потому что я все сказал тут больше по факту говорить и не чем на данный момент я думаю что следующее видео будет уже запуском будет ли тут бак уже или нет не знаю но видео точно будет а вот с сидением щитками пока наверное по затянется все это потому что ну банально не хватает на все времени и на этом наверное эта серия подходит концу и это все